Здравствуйте, дамы и господа! Итак, мы продолжаем с вами обсуждать процесс работы над натюрмортом, над несложным относительно натюрмортом. Вот в предыдущей серии мы занимались с вами тем, что долго ставили натюрморт, потом долго делали эскизы. И вот в конце концов нарисовали такой вот эскиз, который мы решили, что нас удовлетворяет, и, соответственно, мы будем дальше с него работать. А сегодня мы попробуем с вами уже начать работу на холсте. Вот у нас такой холст, я его только что распечатал, и мне нужно, в общем-то, забить клинышки. Да, клинышки в него забить предстоит. Для чего стоит забивать клинышки? Ну, вот видите, мы холст распечатали, на нем уже есть такая, как бы, складка, да, начинается. То есть, наверное, имеет смысл, во-первых, чтобы они не потерялись, во-вторых, ну, вот, чтобы они были, да, забить. Заодно подтянуть, подтянуть вот эти вот начинающиеся складки. Ну, вот, давайте мы попробуем сейчас подзабивать немножечко. Обратно. Подрамник плохой, чтобы такое придумать, на что начать жаловаться, да. Так, ну, немножечко еще подзаблю. Это, наверное, лучше их вставлять и сразу забивать, чтобы они не нападали. Ну, вроде бы они держатся. И складочек, складок нету в углах, да, то есть уголь не разошлось. Я думаю, что тут нужно работать. Такие у нас мольберты я купил как-то на авито мольберты дяденька делал. Ну, у него эта вот планка здесь такая, она крепилась жестко. Ну, он мне радостно сообщал, что, в принципе, можно ее варьировать как бы по высоте при помощи откручивания и прикручивания на саморезах. Ну, зато он, в общем, говорил, что зато они у меня недорогие эти мольберты. Не знаю, сейчас я уже сомневаюсь, что это универсальные конструкции. Но, в целом, они достаточно удобны. После того, как я их оснастил струбцинами, да, купленными в хозяйственном магазине, они стали удобны, да, немножечко поменьше. Причем, ну, струбцины чем еще хороши? Тем, что можно немножечко потом подрегулировать, да, вот, поворачивая ими. Ну, а в целом, конечно, лучше всего большие такие стационарные тяжелые мольберты, у которых еще, которые без наклона, да, которые вертикальные, тяжелые, такие надежные. На них, наверное, удобнее немножечко. Но, в целом, в общем-то, можно, я думаю, первые там несколько лет вообще на эту тему не париться. Итак, вот у нас поставлен холст. И вот тут наступает такой один важный момент. Такой один важный момент, который обычно заключается в том, что люди... Первое, что люди делают, они берут эскиз, который они долго делали с таким трудом, и засовывают его куда-нибудь подальше. Надежное место, чтобы не потерялся. Второе, что люди делают, они его прикрепляют, но начинают рисовать оттуда. И вся проделанная работа по компоновке, она, в общем-то, идет коту под хвост. Потому что человек, как будто его подменили, как будто ничего не было. То есть человек стоял, компоновал, если его преподаватель заставил компоновать, то он стоял и компоновал. И потом он работает так, как будто бы этого ничего не случилось на свете. И, соответственно, он начинает рисовать оттуда, вот с натуры. Вот. Но тут следует понимать, что на самом деле, вот самое сложное, самое сложное, это действительно перенести те соотношения, которые найдены на эскизе, перенести их на работу. Но можно это делать по клеточкам. Но дело в том, что мы же хотим все-таки работать как художники, то есть мы хотим, чтобы мы по клеточкам не работали, чтобы мы рисовали на глаз. Вот. Давайте попробуем сейчас тогда с вами некий промежуточный способ проговорить, вот, который заключается в том, что делается вот такая вот вещь. Ну, во-первых, он очень хорош как альтернатива клеточкам, потому что вам не нужно ничего высчитывать. Вот. И какого бы ни было формата ваша работа, вы можете, соответственно, сделать что? Вот мы нарисовали диагонали, да? Дальше вы можете на их основе нарисовать крест, дальше снова дать диагонали, дальше еще можно дать кресты, еще диагонали, и так до самых-самых мельчайших. А можете остаться на уровне просто двух диагоналей, и все. А можете, например, где-то дать более подробно, где для вас важно, а где-то оставить вот менее подробно. То есть, какие-то сделать куски более густые, в густой сетке какие-то оставить более разреженные. Вот эти все моменты, они все возможны, и поэтому, собственно говоря, это и хорошо. Вот, вот есть такой способ. Ну, а дальше уже смотрите сами, то есть, насколько вы хотите, потому что, в общем-то, конечно, клетки, они помогают, скажем так, попасть, чтобы не напрягаться, но рисовать нормально, так свободно они мешают. Вот. Соответственно, значит, что мы имеем? Вот у нас уголь, да? Сегодня мы с вами немножечко проговорим о процессе рисования углем. Именно на холсте, то есть под живопись. Какая тут специфика. Вот. Соответственно, можно, то, что мы сейчас будем делать, можно делать сразу красками. И если мы будем уголь смахивать тряпочкой, то можно точно так же краски там смывать, только лучше тогда маслом, а не разбавителем. Потому что в прошлый раз мы смывали разбавителем, и что-то у нас с грунтом какая-то ерунда произошла. Хотя, по идее, так не должно быть, да? Вот. Соответственно, давайте мы попробуем еще тогда нарисовать крест и вот такие вот еще диагональчики. Ну, соответственно, то есть хорошо сделать как? Намечать на глаз и потом все-таки ради интереса проверять, наверное, рулеткой или линейкой. Но найти какой-то баланс. То есть слишком уж не увлекаться вот просто работой по линейке, да, чтобы все-таки вы хоть какое-то усилие, скажем так, прикладывали. Хорошо попереворачивать. Может, сразу какие-то вещи начинают бросаться в глаза. Вот. Ну, и с другой стороны, хорошо, в общем, да, проверить рулеткой. Можно, например, если вы до конца не знаете, хорошо вы спались или нет, да, ну, вот можно проверить, да, то есть если у вас сильно глючит, да, и еще, например, какое-то такое непонятное состояние, ну, значит, вы плохо вы спались, да. Если все один в один и бодрячком, значит, вы вы спались, наверное, хорошо. Так. Вот что хорошо, да, вот так вот можно еще, да, ну, таких и совсем таких вот простецких вещей, да. То есть, соответственно, вот так вот можно посмотреть на предмет ровности, да. Но, опять-таки, понимаете, вот тут вопрос, да, насколько нужно этим увлекаться, потому что можно от этого начать зависеть, да. Может быть, вот так вот поставить, да, там тоже. Потому что, видите, как мы вертикали и горизонтали мы воспринимаем неодинаково, и если есть какая-то асимметрия, то, перевернув еще и кверх ногами, то сразу мы начинаем ее, в общем-то, видеть, да. Ну, а дальше, наверное, стоит начать какие-то вещи с эскиза переносить. Ну, и тут надо понимать, конечно, такую вещь, что вам важно, да. Вам важно перенести ценные качества, то есть, где что располагается, но при этом понимать, что эта работа не должна превращаться для вас в механическую, потому что вы, во-первых, перестанете, перестанет для вас что-либо полезное приносить. И, кроме того, если она механическая, то ты можешь вообще и самым жестоким образом ошибиться, потому что, если ты доверяешь просто математике, ну, тогда ты должен либо все до конца проверять, все свои измерения, да, по линеечке, вот, либо доверяй, но проверяй, да, либо, соответственно, вот внутреннее чуть-чуть в это ощущение, где что должно располагаться, оно должно быть для тебя важнее. Соответственно, что важно, да, не заниматься таким, не заниматься так. Так, вот в этом квадратике я нарисую такую штучку. Вот, раз, 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 да. Именно, несмотря на то, что есть, как бы, какая-то сетка, если вы ее пользуетесь, вообще, сейчас такое ощущение, что лучше бы ее не было, а если вы ею пользуетесь, то в любом случае все равно постараться рисовать, а не врисовывать туда, не врисовывать, а рисовать свободно, легко, непринужденно. Если вы что-то нашли в эскизе на чувство, а теперь вашей сетке это противоречит, то можно делать две вещи. То есть, во-первых, все-таки на чувство стараться перенести и на всякий случай проверить, может быть, у вас сетка там и там, она может быть, например, разная, да, то есть все равно должно быть общее ощущение от всего, да, ну и можно вот по линеечке проверить, то есть мало ли что. Вроде бы здесь у нас верно. Также можно посчитать, например, до основных габаритов сколько, да, то есть какой процент от длины, да, занимает вот расстояние от края до холста, до края блюда. Или, например, какой процент от края до края головы. Вот тут очень интересные вещи зачастую вырисовываются, потому что бывает так, что действительно ты себя ловишь на том, что ты приближаешь масштаб. Что у нас здесь? У нас здесь 15... Даже 18-19 миллиметров вот в этой ямке, да. Вот, соответственно, если посчитать пропорцию, то можно себя проверить. Вот так вот. Продолжение следует... 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 наносить рисунок углем, да, разбираться с рисунком углем этого натюрморта. Что нужно сделать, вот, если в любой ситуации, если у вас возник маленький перерывчик, да, вот, это надо использовать, использовать в корыстных целях, значит, каким образом? То есть, если вы, допустим, накануне начали наносить рисунок, и такая удача случилась, что у вас случился перерыв, то, соответственно, вам надо взять свой эскиз, ну вот, вчерашний, и критически на него посмотреть вообще, вот, задать себе вопрос, тебе нравится то, что ты нарисовал на эскизе или нет? Задать себе такой вопрос, ну и желательно как-то вот иметь возможность немножечко на него поотвечать себе, да, то есть, может быть, там какие-то моменты возникнут, которые вам захочется откорректировать. Это с одной стороны. С другой стороны, вам надо посмотреть, то есть, откорректировать по композиции, да, там, на эскизе или сразу на холсте, там, да, вот. Если сильно, то, конечно, на эскизе, если там слабо, то там на холсте можно, да, вот. Вот, и если сильно переделывать, то, соответственно, новый эскиз рисовать надо, да. Вот, и после этого посмотреть на то, что у вас происходит на холсте и задать себе вопрос, слушай, а ты переносишь, да, ты более-менее как бы верно всё перенёс или нет? Вот. При этом тут надо потихонечку уходить от драматизма такого, знаете, то есть, как бывает, что взрослые люди, например, они вообще очень здорово у них получается посыпать голову пеплом, что называется, то есть, говорит, да, да, там всё плохо, то есть, нет, понимаете как, то есть, всё всегда так и будет, то есть, что ошибки есть, и это неплохо, это нормально, это значит, что вы всё время вот в таком, как бы, всё время, ну, вот в хорошем смысле слова, в тонусе, а что здесь можно сделать лучше? Вот такой вопрос надо себе задавать. То есть, что здесь можно сделать более интересно по композиции, на ваш взгляд? Да, причём вот какие-то сейчас моменты я обостряю по рисунку, это даже не вопрос детализации должен быть, это вопрос должен быть обострения, то есть, вы понимаете, что какие-то вот вещи более выразительно схваченные, они вам сейчас важны для того, чтобы вы могли себе сказать, что да, я, композиция вот работает вот так, в том числе вот с этими вот конкретными элементами. Ну вот, но надо иметь в виду, что, опять-таки, вы не думаете, что я вот вам сейчас эту композицию предлагаю как пример хорошей композиции, да, так вообще, наверное, делать, может быть, и нежелательно, с чем бы то ни было, я делаю ту композицию, которая интересна мне лично, вот, вот, а вам я показываю пример последовательности работы, вот. Вот, а по поводу вообще того, как это сейчас закомпоновано, я думаю, что могут быть очень спорные мнения, потому что, скажем, очень много художников, оно, естественно, сразу скажет там, что это композиция фронтальная и симметричная, что вот это вот нельзя так делать, вот, вы эти мнения обязательно слушайте тоже, потому что чем больше вы разных мнений услышали, тем для вас лучше, для вашего развития, вот. Но я сознательно делаю здесь фронтальную симметричную композицию, потому что, ну, мне нравятся такие вещи делать, вот, а мы с вами сейчас рассматриваем пример последовательности работы. Смотрим по рисунку, что нас устраивает, что не устраивает, да, поправляем. Уголь мы смахиваем тряпочкой, уголь, кстати, древесный, да, то есть не прессованный, а вот древесный такой, который в палочках, рисовальный уголь, то есть это вот, ну, по сути, обожженные палочки, да. Я думаю, что можно, наверное, и угольным карандашом, если он будет достаточно мягкий, то есть основной момент какой, почему мы не рисуем, например, простым карандашом на холсте, потому что он его продавливает, то есть материал должен быть достаточно мягкий. Вот, с другой стороны, мне кажется, что если вы не рисовали углем на холсте до этого, то, конечно, это совершенно потрясающий, незабываемый опыт. Вот, поэтому, в общем-то, это, как бы, ну, наверное, всем можно это порекомендовать там, хотя бы как несколько раз в жизни это дело проделать, это очень замечательно такое ощущение, совершенно другие от рисунка, знаете, чем от рисунка карандашом. Особенно, чем от рисунка карандашом первые годы, то есть потом рисунок карандашом немножко меняется, он становится более, как бы, более набросочным, и какие-то вот качества от рисунка углем такого наброска, они могут быть в нем уже быть. А вот первые годы, да, это обычно очень здорово, как бы, отличается. И тут, конечно, важный момент, да, что нам надо будет после этого решить проблему, как его закреплять. Вот. То есть уголь нам все-таки желательно закреплять лаком для волос, и чтобы он, лак для волос был достаточно сильный, чтобы он его схватывал. Ну, вопрос, насколько все закрашивать, он, конечно, дискуссионный, но вот имейте в виду просто, что это вот возможно, да, вот я сейчас показываю, что это возможно, что можно делать рисунок, в том числе и в тоне. Ну, или, точнее, такой, получается, интересный, как бы, сплав, синтез линейного и тонального рисунка. То есть рисунок под живопись, что нужно понять? Это все-таки фиксирование набора характерных пятен. характерно, выразительно. И если, например, там есть предметы какие-то, которые требуют построения, то вот, в общем-то, встроить углем особого смысла нет, ну, разве что совсем лишь отчасти, лишь так чуть-чуть. Но результат, конечно, должен быть такой, который бы вас удовлетворял. То есть, условно говоря, если вы хотите сделать предмет абсолютно ровным, идеально построенным, то надо сразу идти, как бы, на результат. То есть не показывать углем на холсте процесс построения, это не имеет смысла, а сразу идти на результат. Ну, естественно, что, как протирай, не протирай, поверхность холста немножечко постепенно замызгивается. Я думаю, что еще можно будет клячкой попробовать тут сейчас потереть. Вот, но, тем не менее, как бы это происходит. Ну, и ничего страшного. На самом деле, это нас не особо беспокоит. Насколько надо делать тарелку, например, ровной, ну, вот вопрос, да, потому что, будучи, скажем, немножко угловатой, она будет выглядеть более характерно, да. Как будто она не на гончарном круге, а не ровно отлита, а как будто она вылеплена, да. Вот, ну, вот здесь вот такая штучка, да, там немножечко облеск света есть на этих кончиках, да. Я думаю, что можно, наоборот, его даже и усилить будет. Все, вот на них светлее. Вот, почему мы эскиз, кстати, рисуем в тоне, да, почему мы рисуем эскиз в тоне, ключевой момент, да. Потому что наша работа, она будет ведь в тоне. И если, например, мы закомпоновали что-то в линии, то, как бы, ну, немножко все бессмысленно будет, если потом выяснится, что когда в работе появится тон, она совершенно по-другому будет работать, восприниматься. Вот, поэтому вот, ну, там можно край какой-то пустить, драпировки при желании, да, сделать их более богатыми, какие-либо более жеванными, но это необязательно, да. То есть края в любом случае не должны спорить с центром. Так, немножко у меня здесь нестыковка, потому что у меня вот эта высоковато получается, да. А, на самом деле нужно вот эту ниже сделать. Вот, 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 вот. И у нас там молоко за ночь немножечко уменьшилось, но вот какую-то, наверное, вот такую вот дзюку хочется сделать, да. Она интереснее тогда смотрится, чем просто круг, но, скорее всего, да, вот такую уж. Надо подумать еще. Вчера у нас возникала такая тень от рогов, когда мы сильным светильником освещали. Может быть, ее, кстати, включить сюда. Немножечко вытянутая морда все время получается. Надо, наверное, ее подкоротить. Или глаза сделать пониже, наверное, да. Вот так вот. Что, в целом? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Часть, она как бы сдувается до того, что плохо держится... Просто летит в воздух... Так... Наверное, здесь может быть чуть-чуть подрезать... А здесь, наверное, немножечко вот так вот сделать... Угу... Угу... Конечно, можно их стирать... Но тоже вот имейте в виду, да, то, что проговаривали... То, что... Их пожелания, да... То есть важно, чтобы вы ими пользовались, но в коем случае от них не зависели... И старались все время проверять, что когда можете без них, вообще-то лучше и без них... Да, потому что... Ведь глаз, он же бессознательно их воспринимает как участников композиции, понимаете, какая штука... Поэтому, как бы... Смысла... В общем-то, нет в том, что они часто много присутствовали у нас... Вот во всяком движении, да, углем, старайтесь сначала схватить характерное... И потом уже подробности ровно настолько, насколько без этого вначале нельзя обойтись... Чтобы подробности не обгоняли характерные... НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА tribunal Продолжение следует... 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 Ну и, конечно, обычно от лака для волос такой, в общем-то, запах. Не, просто насморк сегодня, но запах есть какой-то, да. Может быть, просто не такой термоядерный, как это иногда бывает. Вот, а я часто, ну да, знаете, не знаю, как быть, то есть удобнее это работать здесь, но, может быть, иногда это нужно покрывать, лучше там в ванну отнести, картину, чтобы этот запах там, собственно говоря, и был. Ну вот теперь, конечно, надо, наверное, открывать форточки и давать прихватиться, и потом еще брызгать. Так, ну вот прошло, наверное, минут 8, что у нас тут? Пока пачкает, да? Ну, для первого слоя это, наверное, нормально, хотя, честно говоря, я как-то, можно было бы надеяться, что будет пачкать чуть-чуть меньше. Кстати, наверное, можно класть горизонтально, и тогда поливать сильнее, без опасности, что потечет. Тоже вариант. А так, видите, часть лака у нас уходит, конечно, в стороны тоже. Так, ну еще ждем некоторое время, да? Если за слоя за три не закрепится, то, наверное, это не совсем правильно. Так, ну, прошло еще несколько минут. Давайте посмотрим, что у нас. Знаете, стало пачкаться существенно меньше. Ну, немножечко еще пачкается. Давайте мы, наверное, сделаем вот что. Мы сейчас сделаем вот так. Вот так вот сделаем. Чтобы было красиво. Чтобы все попадало нам в кадр. Но теперь, может, все равно не попадает в кадр. Вот, ну, давайте мы попробуем еще побрызгать. То есть, то, что в целом, то, что поливать приходится много, это нормально. Главное, просто, чтобы он закреплял в итоге. И те места, где у вас особенный жир на уголе, там, конечно, нормально, что придется еще, как бы, поливать. Кстати, да, уже, в общем-то, наверное, перебор. Если бы сейчас стояло вертикально, сейчас будут такие капельки потеплее. Вот, а сейчас, ну, будем надеяться, что ничего не это самое. Это, как бы, все не страшно, но, в целом, просто, мне очень эстетично. Так. Ну, вот. В общем-то, ничего не пачкает. То есть, этот лак, в общем, можно вполне себе использовать, если нет нашего отечественного лака «Прелесть» под рукой. Ну, давайте на всякий случай, просто могут быть места, которые мы нечаянно не проверили, да? На всякий случай, я, наверное, все-таки еще раз подстрахуюсь. Еще раз подстрахуюсь. Еще раз подстрахуюсь. Еще раз подстрахуюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...